Борис Джонсон Борис Джонсон Борис Джонсон Борис Джонсонсон 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 Борис Джонсонсонсон Борис Джонсонсонсон Борис Джонсонсонсон Борис Джонсонсонсонсон Ракетные системы ТАО как раз и установлены на те самые бронемашины Брэдли, которые точно в значительной степени изменить ход войны на поле боевых действий в Украине. Ну и не стоит забывать, что Британия еще до этой встречи заявила о своем решении передать Украине 14 танков Челленджер-2. Это все мощный сигнал Кремлю, который там явно уловили. Это люди, которые ставят свои неуемные политические амбиции, попытку реализации своего чувства собственного превосходства, свои колониальные и неоколониальные мечты и иллюзии выше интересов своих собственных народов. Надеюсь, что отрезвление придет. По крайней мере, мы будем делать все, чтобы наши коллеги из НАТО, Евросоюза, поскорее протрезвели. Политические процессы часто намного более сложные, чем может представить себе обыватель. Вы только представьте, встреча в формате «Рамштайн» — это 50 стран, некоторые из которых оказывают Украине военную помощь не публично. Ясно же, что в «Рамштайне» принимают участие далеко не сторонники Путина. Его состав говорит, по крайней мере, о колоссальном размере антипутинской коалиции в мире. И даже если не все результаты этих встреч нравятся Владимиру Зеленскому, то точно все не нравятся Владимиру Путину. Все внимание на этой встрече было приковано к Германии. Не только потому, что от ее решения зависело, получит ли Киев такие необходимые для обороны танки, но еще и потому, что представлял ее назначенный совсем недавно министр обороны Борис Писториус. Да, чудо не произошло в итоге. Германия в танковом вопросе пока придерживается своих, одной ей известных принципов. Тут и отголоски Второй мировой, и российское влияние. Аналитики расходятся во мнениях, почему, но немецкие леопарды пока в Украину не попадут. Никто из нас не может сказать сегодня, когда и какое решение будет по танкам «Леопард». Я точно не могу сказать, и вы знаете почему. Но как министр, хочу вам сказать, что я бы хотел действовать быстро. Когда бы положительное решение не было принято, через неделю, две или через день мы должны быть готовы. Ну, немцы не дают, могли бы дать поляки и финны, скажете вы. Отвечу, не все так просто. Дело все в том, что Польша и Финляндия имеют эти танки в своем арсенале и даже готовы их передать Украине. Но по экспортным правилам Германии, эти страны не могут передавать немецкое оружие третьим государствам, даже если очень этого хотят. Дискуссии по поводу танков для Украины в Берлине кипят уже не одну неделю. А официальные лица кивают на Вашингтон. Мол, вы там дайте свои, Украине для начала «Абрамсы», а мы уж подтянемся с «Леопардами». В итоге в Вашингтоне раскритиковали нерешительность Берлина и сказали, что будут думать, как же решить танковую дилемму. Дело все в том, что «Абрамсы», как заявляют американские власти, слишком уж сложны в управлении и на обучение экипажей уйдут месяцы, которых у мира сейчас нет. Ведь война идет уже сейчас, и похоже, что Россия постарается усилить наступательные темпы. Об этом говорят и украинская, и западные разведки, и независимые военные эксперты. Решение немецкого правительства не давать Украине танки взбесило поляков, которые рассчитывали на то, что Германия наконец-то прозрела. Недовольны были и страны Балтии, которые при этом заявили, что надеются, что теперь Берлин, по крайней мере, снимет эмбарго со стран, готовых поделиться с Киевом немецкими танками. Конечно же, мировая пресса тут же задалась вопросом, не вызвало ли это решение немецкого правительства раскола в антипутинской коалиции. Ну и ответ на этот вопрос дал сам министр обороны США. Смотрите сами. Германия надежный союзник. Они такими являются уже очень-очень долгое время. Я уверен, что они и дальше будут надежным союзником в будущем. Но в целом, как бы не потеряли сейчас руки в Кремле, Украина все равно может считать «Восьмой Рамштайн» успешным. Почему? Да потому что кроме танков были приняты еще очень важные оборонные решения, о которых нам с вами расскажут позже, после того, как Путин проиграет. Я в качестве вывода скажу вам лишь, что после явно непростого спора с союзниками немецкий министр Писториус сказал, что ошибочным будет мнение, что именно Германия блокирует танковый вопрос, в котором много «за» и «против». Но и тем не менее он распорядился, чтобы все было готово ко дню, который, вероятно, настанет. Из того, что известно публично, Писториус уже в первый же день своего пребывания в должности министра обороны Германии приказал проверить, сколько танков есть в немецких войсках и сколько в производстве. Такая инвентаризация просто так не проводится. Важно вот еще что понимать, что политики в основном делают то, что от них ожидают граждане страны. Потенциальные, избиратели. Политикам ведь очень нужно нравиться своей аудитории. А мы ведь понимаем влияние СССР на восточную часть Германии. Хотя и там общественное мнение уже уверенно меняется не в пользу Москвы. Не последнюю роль в этом процессе сыграло и то, что Евросоюзу в конечном счете удалось стабилизировать цену на газ. Ведь холодом Путин и запугивает обычных людей. Французская газета «Лёв Фигаро» провела на своем сайте опрос, где задала читателям один единственный простой вопрос. Должны ли страны ЕС поставлять Украине танки, не дожидаясь, пока это сделают американцы? Так вот, 60% людей ответили «да». Ну а на этом у меня все. А вы не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и, главное, комментируйте. Мне и всей нашей команде важно знать, что вам было интересно. Это, правда, мотивирует работать для вас и дальше, разбираться в сложном и докапываться до истины. Также вы можете поддержать донатами наш проект на Патреоне. Ссылка в описании.